О событиях четверга, первого дня осени, расскажем в ближайшие минуты. В эфире первого городского служба новостей «Город». В студии Кирилл Попов. Здравствуйте! И вот что вы увидите сегодня. Море цветов и подарки с одной стороны, обмороки на линейках и шлагбаумы против родителей с другой. Как в Калининграде день знаний превратился в проблему? С 1 сентября получить водительские права станет сложнее. Что теперь ждет будущих автомобилистов на экзаменах? Конец истории. В деле о закрытии «Зари» суд поставил точку. Какова судьба кинотеатра? Вспыхнул на ходу. На улице судостроительная загорелся микроавтобус. Машина восстановлению не подлежит. Какой подарок сделал городу Евгений Гришковец, а также зачем и на чем нужно ехать в Зеленоградск? Первый городской делится планами на выходные. И к главной теме. Цветы, море шариков и первый день осени. Сегодня для всех школьников нашей страны стартовал новый учебный год. Погода в городе сделала ученикам, их родителям и педагогам подарок. День выдался солнечным, но не жарким. Впрочем, у некоторых калининградцев день знаний вызвал совсем не праздничные эмоции. В причинах испорченного настроения разбиралась наша съемочная группа. Первый школьный родец, первый учитель и, конечно, первый в жизни звонок. А еще волнение, море цветов и застенчивые улыбки на лицах. Сегодня в первый раз в первый класс отправились 11,5 тысяч маленьких жителей нашей области. Вместе с первоклассниками в новое здание гимназии номер 22 впервые вошли и власти региона и города. Они поздравили всех с Днем Знаний. Желаю успехов в учебе всем гимназистам. Не подводите своих учителей. Я желаю успехов в работе, в сложной работе преподавателей. Я хочу, чтобы ученики приносили им только радость. Я желаю родителям терпения и счастья. Я всем нам желаю успехов в новом учебном году, успехов, счастья и мирного неба над головой. Возможно, мирного неба над головой Евгений Зиничев пожелал детишкам из-за непростой внешнеполитической ситуации. За это школьники подарили ему букет белых роз. По своему обыкновению, немногословный в Рио губернатора почти не улыбался. Рядом с ним держался серьезно и мэр Александр Ярошук. И все же школьников городоначальник поздравил с улыбкой и от души. Всех нас поздравляю с этим замечательным праздником. Всех 5800 наших первоклассников, которые во все 53 школы города Калининграда, сегодня пойдут в город Калининград. Поэтому с праздником, дорогие дети и родители. Впрочем, далеко не все калининградцы готовы в День знаний разделить с мэром праздничный восторг. Уважаемый Александр Георгиевич Ярошук, я вас очень прошу, если это действительно ваше решение противозаконное, благодаря которому у нас стоят во дворе на жилой зоне знаки дорожные, которые здесь не должны присутствовать, которые мешают жителям, мы вас очень просим отменить это решение, потому что уже жить в этой ситуации невозможно. Абсолютно заставлены все дворы, заезжают на газоны, постоянно сигналят, дискомфорт ужасный. То есть начинается с утра, с 7 утра и где-то заканчивается часа в 3 дня. По словам калининградок, их двор, который находится рядом с 32-й школой, буквально задыхается от наплыва автомобилей. И, похоже, такая ситуация для нашего города не редкость. Новый учебный год начался не только со звонка на торжественной линейке, но и с традиционных заторов вблизи школ. Многие учебные заведения, особенно советской постройки, не могут организовать парковки для родителей. Мамы и папы так и норовят приткнуть свое авто, где попало, несмотря на возражения жителей близлежащих домов. Некоторые нашли очень эффективное решение. Они установили шлагбаум. Именно шлагбаумы, говорят женщины, помогают защитить двор от нашествия родителей. Калининградка Татьяна тоже привезла своего сынишку в школу на машине. При этом прекрасно понимает недовольство жителей близлежащих домов. В нашем городе не хватает бесплатных банально парковок, потому что родители приезжают, ну кто-то на 10 минут просто перехватить ребенка, кто-то приезжает, ребенка ожидают полчаса, час. У кого-то приходится больше ждать времени. Естественно, это очень неудобно. И не каждый может каждый день, привозя ребенка в школу, отдавать деньги за парковку. Поэтому складывается такая ситуация. Родителям, которые привозят в школу своих детей на машинах, есть что ответить на нападки местных жителей. Одностороннее движение сделали, и негде припарковать машины. Но если припарковал машину, подъезжает эвакуатор, забирает, и дальше начинаются проблемы. Видите, все друг друга поджимают. Вот и буквально мне тоже надо отъезжать, потому что стоит машина сзади. К слову, как и ожидалось, Калининград оказался в одной большой пробке. В очередной раз прошла проверку на прочность и новая транспортная схема. Ну, я ехала с поселка Борисово, сюда мне нужно было на центральный рынок. Маршрутка была переполнена, то что сидяча, там люди еле стояли. Не обошелся день знаний и без происшествий. В школе номер 47 в поселке Прибрежный ребенок упал на линейке в обморок. Так бывает, когда дети не завтракают дома, когда родители отправляют их на линейке без какого-либо принятия пищи. Впрочем, многие горожане были в отличном расположении духа, а именно участники благотворительной акции «Дети вместо цветов». Это те родители, которые отправили своего ребенка в школу всего с одним цветком. И вместо покупки роскошного букета для педагога отдали деньги в благотворительный центр «Верю в чудо». Прекрасно понимаешь, что век цветов недолг, да, и за эти деньги мы могли бы кому-то реально помочь. Пусть не все, 1 сентября было гладко, но вопреки трудностям новый учебный год начался, а завтра дети и их родители снова отправятся по этой нелегкой дороге к знаниям. С надеждой на то, что проблемы все-таки решатся. Нина Чешкова, Михаил Альбаум, служба новостей «Город». А тем временем не успел прозвенеть первый звонок, а многие уже задумываются об экзаменах. Речь идет об автомобилиста. С сегодняшнего дня получить водительские права станет сложнее. Изменения коснутся как практической, так и теоретической части экзамена. Главное нововведение – дополнительное упражнение на площадке. Теперь будущим автомобилистам придется вникнуть в такой элемент, как повороты на 90 градусов. Кроме того, на экзамене предстоит сдавать 5 упражнений из 6, а не 3 из 5, как это было раньше. К тому же некоторые элементы станут сложнее для выполнения. По-новому вид змейки, то есть это ограниченное пространство движения в нем. Если раньше мы между стойками ехали, то теперь ученик едет между линией, не нарушая каждую линию с левой, с правой стороны. Труднее будет и в городе. Теперь остановка в неположенном месте, выезд на занятый перекресток или непристегнутый ремень безопасности будут стоить трех штрафных баллов. Зато сотрудника ГИБДД рядом с водителем заменит инструктор, а инспектор пересядет назад. Значительные изменения коснулись и теории. Билеты разделят на 4 тематических блока по 5 вопросов в каждом. После двух ошибок в одном из них автостудента отправят на пересдачу. А в случае одной ошибки кандидат должен будет ответить на 5 дополнительных вопросов по той же теме. Со школьной парты на газон. В 18-м лицее сразу после линейки учащиеся попали на необычный футбольный урок. В течение занятия детей познакомили с ценностями спорта номер один. Среди них взаимное уважение, здоровый образ жизни и принципы честной игры. После урока школьники отправились на улицу и провели товарищеский матч. В битве на газоне сошлись сборная 18-го лицея и ветераны футбольного клуба «Балтика», к которым присоединился и один действующий игрок. Детям, я думаю, приятно будет, когда ветераны, нет, нет, действующие футболисты приходят, они могут посмотреть, может быть, что-то подчеркнуть для себя. Да, может быть, какой-то опыт и передадим, что в дальнейшем им будет интересно, поможет заиграть в футбол. Бескомпромиссная борьба на поле не смогла оставить зрителей равнодушными, а матч завершился боевой ничьей 4-4. Кстати, подобные соревнования прошли во всех городах-организаторах чемпионата мира 2018. На спортивном празднике присутствовали и волонтеры футбольного первенства. Также сегодня школьники могли на месте заполнить анкету, чтобы в будущем присоединиться к волонтерскому движению. Ростуризм планирует в двустороннем порядке ввести безвизовый режим между Россией, Индией, Вьетнамом и Ираном. Пока такая схема действует только в отношении Китая. Ну а что интересного ждет город и область, расскажем далее короткой строкой. В четверг стала известна судьба «Зари». Суд решил заморозить работу залов, артишок и гардероб, а также ночного клуба «Универсал» на 90 дней. О приостановке деятельности попросил сам собственник. За это время он надеется устранить все замечания и найти деньги на оплату штрафов. От года до пяти лет, по мнению разработчиков новой маршрутной схемы, именно столько времени потребуется системе, чтобы заработать по плану. Специалисты отмечают, что город находится на первой стадии внедрения сети. Пока же калининградцы жалуются на неудобные маршруты и расписания. Мэрия это связывает с тем, что на линию вышли не все машины. Глава областного Минздрава Людмила Сеглаева призвала не давать талонов не пришедшим на прием пациентов. Если больной не сообщит о том, что не может прийти к врачу, ему придется записываться на повторный прием самостоятельно через интернет или регистратуру. Билеты на чемпионат мира по футболу 2018 начнут продавать в сентябре следующего года. Для россиян зарезервированы специальные цены на билеты. Самые дешевые на игру группового этапа можно будет купить всего за 1280 рублей. В Калининград приехала программа «Ревизора». По словам очевидцев, ведущая программу Ольга Романовская собиралась посетить кафе в центре города. «Ревизора» уже приезжала к нам в город в январе этого года, однако передача в эфир так и не вышла. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. В Калининграде разыскивают свидетелей ДТП на улице Невского. 26 августа водитель «Опеля» сбил 45-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Сразу после аварии ее без сознания доставили в БСМП с переломом берцовой кости и черепно-мозговой травмой. Калининградка частично потеряла память. Сейчас пострадавшую перевели из реанимации в общую палату. Однако медики до сих пор оценивают ее состояние как тяжелое. Далее расскажем о происшествиях города и области за минувшие сутки. Десять лет за 600 граммов. В Зеленоградском районе полицейские задержали 47-летнего мужчину. На чердаке его дома обнаружили вещи, в которых он сушил коноплю. К слову, мужчина проходит также по уголовному делу о краже. За новое преступление его тюремный срок может увеличиться на 10 лет. В Калининграде на улице Судостроительной на ходу загорелся микроавтобус. Во время движения у Volkswagen вспыхнул капот. 31-летний водитель не пострадал, а вот машина полностью сгорела до приезда пожарных. По предварительной версии произошло короткое замыкание под капотом. Окончательные выводы будут сделаны по результатам дальнейшей проверки. В Калининградской области за прошедшие сутки полицейские задержали 26 черных копателей янтаря. Преступников поймали с поличным. С места происшествия оперативники изъяли две мотопомпы для размытия грунта. Задержанных доставили в отделение и составили протоколы. Теперь каждый из злоумышленников заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Полиция Гусева разыскивает Пряжникова Дмитрия Ивановича. Молодой человек подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Сейчас он скрывается от следствия. Приметы. На вид 25 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Глаза серые, волосы темно-русые, стрижка короткая. Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Пряжникова, просьба позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Марк Шкода, Лилия Новицкая, служба новостей город. И к другим темам. Как бы мы не хотели обратного, но осень все же пришла. Однако это не повод грустить. В эти первые сентябрьские выходные и погода пока еще радует, и парочка другая интересных событий не дает впадать в осеннюю хандру. Калининградцы могут полюбоваться на фейерверке, совершить велопробег или посетить детский праздник. Ну и, конечно, никто не отменял традиционные вечера перед телевизором с увлекательным кино. Наша постоянная рубрика «Планы на выходные» на страже вашего отдыха. Ради этого стоило ждать осенью. Уже в эту субботу на побережье Зеленоградска стартует чемпионат мира по фейерверкам. В программе турнира соревнования лучших команд пиротехников из России, Китая, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, Чехии, Польши и даже Мексики. Финальное шоу представит Калининградский центр фейерверков, ставший победителем прошлогоднего турнира в Каннах. По словам организаторов, променад Зеленоградский способен уместить порядка 200 тысяч зрителей, так что места хватит всем желающим. Начало в 22.00. Воскресенье можно также отлично провести на свежем воздухе с пользой для здоровья, тела и духа. До 4 сентября состоится тур де Кранц, 31-й ежегодный велопробег по маршруту Калининград-Зеленоградск и обратно. Регистрация участников проводилась до 20 августа и подразделялась на платную и бесплатную. В первом случае участник получает специальный набор с индивидуальным номером на велосипед, талон на питание и майкой с логотипом мероприятия. Во втором же случае только возможность участвовать в велопробеге. На промежуточном финише в Зеленоградске участников ждет фудкорт и музыкальная программа. Старт дадут в 10-20 утра у мемориала 1200 гвардейцам. К участию допускаются все желающие от 12 лет. Правда, младшим велосипедистам придется взять с собой родителей. Любителям культурного отдыха также найдется развлечение в грядущие выходные. Известный писатель-драматург Евгений Кришковец впервые открывает новый театральный сезон не в Москве, а в родном Калининграде. В воскресенье он выйдет на сцену областного драмтеатра со спектаклем «Прощание с бумагой». Новая работа Кришковца – это калаш воспоминаний. Ностальгия по миру, где книги бумажные, а не электронные. А вместо смс люди отправляют друг другу записки, как говорит сам автор. Начало спектакля в 18.00. Просто невероятная новость от развлекательного комплекса «Эпицентр». Теперь каждую неделю вас ждет новая шоу-программа. Море радости, позитива и удивительных открытий вместе с развлекательным комплексом «Эпицентр». Встречаемся в пятницу в 17.00 на четвертом этаже развлекательного комплекса «Эпицентр». Дополнительная информация по телефону 300-011 или на сайте www.300-003.ru Выходные на то и выходные, что они абсолютно ваши. Если вы решите провести время на любимом диване вместе с первым городским каналом, вас никто не осудит и даже будет рад. Тем более, что кинопрограмма планируется поистине фантастическая. В субботу вас ожидает фильм «Сокровища ОК» с известными российскими актерами и голливудским экшеном. Во время осады Казани Иваном Грозным «Прекрасная ханша» Сюембике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. А в наши дни тайна сокровищ открывается обладателю обаятельному лавеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. А вот в воскресенье на ваших экранах семейка Джонсов, образцово-показательная во всех отношениях семья, поселяется в маленьком городке, где сразу становится кумиром всех жителей. Но на самом деле Джонсы не супруги, а их дети не настоящие. Начало всех сеансов в 22.00. Хороших вам выходных и проводите их вместе с первым городским каналом. Спортсменка, первый поющий в России диджей, бывшая девушка, фабричная и просто красавица. Сегодня в Центральном парке выступила Анастасия Крайнова, больше известная широкой публике как экс-солистка группы Тутси. Чем завидная невеста занимается в свободное время? Почему покинула популярный девичий коллектив? И для чего сегодня посещала Гвардейск? Об этом она рассказала сама в эксклюзивном интервью Первому городскому каналу. Известную девичью группу Тутси Настя Крайнова покинула еще в 2010 году. С тех пор артистка успела записать не один сольный альбом. Впрочем, калининградцы любят ее не только за музыку. Для тех, кто еще не знает, Настя родилась в Гвардейске. Конечно, ждем выступления нашей землячки Тутси. Хорошая девочка с нашей области, побольше таких знаменитостей. Настя такая классная, такая хорошая, очень ждем ее выступления, хотим послушать. Она суперски поет. Я считаю, что она должна выступить в международном пении, ну если бы такой конкурс был. Я если бы она выступила, то я считаю, что она бы выиграла первое место и поехала по всем странам. Сама по себе Анастасия идет уже шестой год. Рассказывает, из родного гвардейска покорять Москву уехала в 15 лет. В итоге таки покорила, стала участницей третьей фабрики звезд, а в дальнейшем солисткой сверхпопулярной группы Тутси. Но карьера фабрикантки в составе коллектива длилась недолго. Анастасия Крайнова, Калининград. Пожалуйста, Настенька, пройди ко мне. В принципе, коллектив завершил свое существование, перестал существовать. Я просто не стала дожидаться уже крахового окончания существования, скажем так, а ушла на такой ноте, что я иду в сольный, я начинаю что-то делать свое. А с коллективом, ну мы общаемся с девочками, вот мы сейчас выдали замуж. Машку выбор. Раньше, когда из группы уходила, думаю, думаю, ах, с какой счастьем, я не буду петь эти песни. А сейчас я понимаю, что люди эти песни любят, люди эти песни знают, поют. Историческую родину последний раз, рассказывает артистка, посещала 8 лет назад. Во время этих гастролей тоже не удержалась и не пожалела. Все другое. Такой город маленький, он вообще просто мизерный. И, конечно, очень ощущение, конечно, нереальное. Заехала к своей классной руководительнице День Древний, вот. И она прямо увидела, такая, я говорю, здравствуйте, День Древний. Ой, ой. Ну, естественно, меня провела по всем учителям, каким только можно. А родители у меня уже давно отсюда уехали. Сегодня отсылала прямо смс-чки, фотографии того города. Ну вот, очень изменилось, очень изменилось. И Калининград, на самом деле, тоже изменилось. Все так красиво. Настя добавляет, долгое время жила за городом, даже в Москве. Но сейчас, наоборот, получает удовольствие от столичной суеты. Гастроли, выступления, все это помогает держать себя в форме. Поэтому тот факт, что мужчины смотрят на нее с восхищением, не удивляет. Правда, сама Настя шутит. Принца еще не встретила, до сих пор в поисках. Да, я заведен на месте, я рассталась молодым человеком, теперь в свободном поиске. Готова к предложению. В том числе и в плане музыкальном. Настя, к слову, сама пишет тексты к некоторым своим песням. Но и от репертуара группы Тутся отказываться не планирует. Тем более, что с бывшим продюсером Виктором Дробышем она продолжает поддерживать дружеское общение. Артистка говорит, земляки о ней услышат еще не раз. Ведь как раз сейчас она активно занялась своей сольной карьерой. Светлана Федорова и Екатерина Калиниченко. Служба новостей. Город. С чего начинается первый урок русского языка после каникул? Конечно же, с сочинения. И тема его известна заранее. Как я провел это лето. Вот и наши корреспонденты. В День знаний решили поинтересоваться этим вопросом у калининградцев. Наш эфир продолжит праздничный опрос. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс. Лето я провела в работе. Очень было много работы, отчетность. Потом я пошла в лес, сломала руки и провела на диване за интернетом. Так и провела лето. Но теплые дни были прекрасные. Успела съесть в мае, в июне успела насладиться природой. Гулял, тусовался. Мне все понравилось. Ну, такой отпуск начался. Ну, вот в июне ездила в Пионерск. Очень понравилось. Лето было, конечно, веселое в школе. Все было, ну, хорошо. Какой-то праздник. Ну, еще и матч увидел. Поплавал в бассейне, пособирал монеты. Я думаю, лето лучшее время, чтобы купаться и развлекаться. Прекрасно провели лето. Запомнилась плохая погода, но хорошая компания. Все хорошо. Погуляли, отдохнули. Снова в школу теперь. На море часто были с ночевками. Просто на озера ездили купаться. Потом дарила мальчикам нашим. Подарки в небо на проплане запускали. Так что было весело. Центробанк установил курсы валют на пятницу. О том, как изменилась стоимость доллара и евро, расскажем далее. Курсы валют на 2 сентября. Доллар США 65 рублей 26 копеек. Евро 72 рубля 68 копеек. Польские злоты 16 рублей 66 копеек. И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит наша ведущая Ксения Иванцова. Здравствуйте. Вслед за Днем Знаний наступит Самойлов день. На Руси 2 сентября люди просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало. Зима приближалась неизбежно. В это время в лесах уже появлялись первые зимние опята, а на столах неизменно были блюда с жареными грибами. Но от кулинарии перейдем к погоде на завтра. В пятницу днем в Калининграде плюс 19. Малооблачно и будет идти небольшой дождь. К вечеру похолодает до плюс 16. Осадки прекратятся. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Если вы стали свидетелем какого-либо интересного события и даже успели заснять его на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по номеру 555-085. А на этом наш выпуск подходит к концу. Это были наиболее интересные новости к этому часу, о которых мы успели рассказать. Как будут развиваться события вновь, покажет служба новостей город. В студии для вас работал Кирилл Попов. Всего доброго. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова